С обстановки в районе началось расширенное аппаратное совещание в понедельник утром. В целом, все главы администрации поселений заявили, что работа движется в штатном режиме. Никаких неразрешимых проблем не возникло. Подступающим холодам готовы, а начальник кингисепских электросетей рассказал о работе энергетиков на конец прошлого года и нынешний 2012. За этот период было свыше 260 технологических нарушений, как следствие отключения. В основном причины связаны с природной стихией. Порывы ветра, упавшие деревья, налипание снега, гроза. Не обходится без человеческого фактора наезды техники на опоры электропередач. Среднее время устранения технологических нарушений по итогам прошедшего периода составило 5,8 часа. Ну, опять же, повторюсь, это все из-за большого количества отключений в тот период, когда у нас очень многое это все, то есть многое очень отключилось в связи с очень сильным ветром и порывами, а также налипание снега. Об изменениях в деятельности Росреестра рассказал руководитель Кенгисевского отделения. Теперь сокращен срок государственной регистрации до 20 дней и закреплена возможность обращения заявителя за получением услуги через многофункциональные центры. С 1 июля перешли на межведомственное взаимодействие. С названной даты при обращении в Росрегистра граждане имеют право не предоставлять целый ряд документов, необходимых для государственной регистрации. Такие документы при необходимости специалисты запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. За заявителем, конечно, сохраняется право самостоятельно представить эти документы, но требовать мы их не имеем права. Также и органы, субъекты Российской Федерации и местного самоуправления не вправе требовать от заявителей выписки из Единого государственного реестра прав, а также сведения, содержащиеся в государственном подъеме недвижимости. Запросы должны поступать преимущественно в электронном виде. Сейчас Кенгисевский район подключен к порталу Росреестра. Система в стадии налаживания и отработки механизма получения ответа на запросы. Светлана Круг, Валентин Соколов, Кенгисевское телевидение, ЯМТВ.